В ранее старых роликах мы уже сталкивались с лазерами. И проводили с ними кучу различных экспериментов. Пытались уничтожить различные предметы. И со всем этим лазеры всегда справлялись с легкостью. Но в сегодняшнем видеоролике мы решили пойти на несколько шагов вперед. А вернее, на несколько лазеров вперед. В этом видеоролике мы наконец-то решили реализовать ту идею, в которой мы купим очень много лазеров и соединим их все в одну точку. Цель сегодня купить на 100 тысяч рублей самых мощных лазеров. Ведь сегодня еще один видеоролик на 100 тысяч подписчиков. Да, ребят, подписывайтесь на канал, куда там, везде. Не забывайте, мы на каждые 100 тысяч подписчиков снимаем масштабный эксперимент, на который тратим 100 тысяч рублей. А на каждый миллион подписчиков тратим миллион. Поэтому не забывайте, не забывайте подписываться. А сейчас мы будем осуществлять покупку этих лазеров. Спасибо большое. Ой, до свидания. Та-дам! 20 лазеров прямо в этих коробочках. Такс. Класс. Так, первый лазер в поездке. 50 просто вообще. Воу! Еее! Нам нужно из всех лазеров, наоборот, собрать один. Так, и стрелять мы будем вот в этого солдатика. Посмотрим, как быстро мы его сможем расплавить. И расплавим ли мы его вообще. Как бы, я не знаю, как с этим справился бы один лазер. Ну, наверное, вот примерно вот так. Один лазер уже хорошо сплавляет. Так, два лазера, три лазера, четыре лазера. Он испекеляется. Такое ощущение, что это выглядит примерно в 7 раз сильнее. О боже! Смотрите, что у него с лицом случилось, оно расплавилось. Это выглядит очень мощно. Само собой, в этом видеоролике мы не будем ходить вот так вот и, типа, стрелять с рук. Для того, чтобы было все круто и четенько, нам нужно сейчас сделать какую-то конструкцию, в которую мы объединим все наши лазеры. Блин, сделать пушку, лазерную пушку. Это будет как-то вот так. Нет, вот так не надо, это плохой. Если это... Диман, пожалуйста. Если мы будем направлять все лазеры вот таким вот образом, то силы будут рассеиваться, а не будет просто куча разных точек. Наша же цель именно объединить все в одну точку, чтобы мощность их увеличивалась. Наша команда все-таки смогла реализовать эту пушку. Казалось бы, ничего проще нету. Типа, просто взять 20 лазеров, просто направить их в одну точку, и они будут светить. Нет, это было не так. Все было очень геборно, заморочно, потому что они всегда смещались. И пришлось изобретать целую невероятную конструкцию, которая позволила бы все это стабилизировать. А несколько лазеров в ходе того, когда мы делали эту конструкцию, вообще сгорели. Да, то есть, как бы, тут осталось у нас 17. Дым-машина готова. Включай! Ой, видно! Вот такая вот у нас получилась конструкция. Все лазеры соединяются в одну точку. О, опа! Даже не в точке фокуса мы здесь пока включили пушку. Произошла вот такая ситуация, мы прожгли весь картон. Мы не выкладывали этот видеоролик не потому, что мы типа, ну... Ой, ну, в ламы как-то снимать видеоролик про лазеры, да? Эти лазеры у нас в ангаре уже тусуются около полутора месяцев. Но смогли мы это сделать только сейчас. Поэтому, знаете, мы реализуем все эксперименты, которые мы пообещали на 100 тысяч подписчиков, на миллион. Поэтому не переживайте и подписывайтесь на канал, чтобы ускорить процесс выхода следующих масштабных экспериментов. Ребят, что за приключение? Ребят, что за приключение? Поехали! Насколько сейчас может отрыв может произойти? И первое, что мы попробуем прожечь этим мощным лазером, это вот обычный листок бумаги. Самое главное, не стоит забывать то, что он белый. И обычно он отражает лазер, и поэтому он не будет прожигаться. Опускаем прямо в центр. Ну, а сейчас мы будем переходить к предметам посерьезнее. Ну, для этого нам, конечно же, нужно выйти из этой комнаты изобретательской. И делать мы это будем через эту дверь. Все готовы? Готовы, давай. Давай. Скажите, она прожжет. Воу, нифига, она сразу дымит. Есть. Я, кажется, вижу в любую сторону. Ее прям плавит. Прожгли настрой. Воу. На самом деле, мне кажется, наш противник уже полностью уничтожен. И можно открыть дверь. Сходи, я ее открою. Сможешь потушить сразу? Лазер включается. Еее, бой! Как клево. Пойдемте дальше. Эта пушка клевая, но очень тяжелая. Опа! Так, это прям как в Звездных войнах. Ты что-то мне сказал? О, ни сразу в свой образ летел. Так, здесь у нас есть целых две вазы роз. Справится ли с ними лазер? Ну, сейчас проверим. Вообще, по идее, выглядит так все лайтово максимально. У меня лично такое ощущение, что их должно прям срезать, как световым мечом в Старварсе. Так, я направил в одну точечку, собственно, и лазер сделал вот следующее. Он просто это все прожег. Попробуем хотя бы одну розу срубить. Так, еще одну розочку спилим. Сейчас реально беззащитные шипы. У-у-у-у! Мы ее победили! Так, ну, слушайте, с розами, в принципе, все понятно. Их срубают буквально за несколько секунд. Мы как-то раз снимали видеоролик, в котором пытались раздеть манекена при помощи одного лазера. Это было очень долго, заморочно. Если честно, тогда задолбались. И самое главное, нам постоянно приходилось перезаряжать лазер. Но сейчас у нас уже вон какая конструкция, которую перезаряжать не нужно, потому что она запитывается от автомобильного аккумулятора. Поэтому, я думаю, мы сейчас его разденем буквально за минуту, наверное. Смотрите, сразу же осталось вот это пятно выгоревшей ткани. Вот реально задоли секунды, и оно прям такое, ну, тепленькое. О-о-о! Что? Она... Так, мы не так договаривались, да хватит. Ё-моё! Мы проплавили манекен. Я случайно, честный. Ну что, нас полностью рожает. В такой тишине стоим просто. Горят все остальные манекены. Диман стреляет с огромной лазерной пушки. Реально, как будто из бластера выстрелили вот так. Ну, с одеждой мы очень легко справились. Попробуем сейчас просто подукоротить ему немного пальцы. Пальцы сосиски. Манекен заказывали. Лазерная коррекция. Вообще, вообще то, что сейчас происходит, это очень приближено к нашему телу. Оно там пускает, короче, колечки. Короче, походу палец прям совсем конкретно отпилить от руки не получится. Потому что рано или поздно образуется корка, лазер туда не проникает. Мы, конечно, так немножечко вот так вот соскребали уголек, чтобы он мог прорезать дальше. Ну, короче, если вообще не трогать, то он не отломается. Совсем прям немножечко, смотрите, осталось. Но основная проблема, это вот эта вот корка. Короче, мы еще раз убеди... Мы еще раз убедились в том, что лазер действительно мощная штука. И переходим к следующей цели. Я, конечно, понимаю, что ее, скорее всего, подожжет очень быстро, но мне интересно, насколько быстро этот фитиль загорится, и ракета взлетит. Помните, ребята, запускать ракету просто с рук, это очень опасно, и делать так нельзя. Но если это делать с чужих рук, у которых вместо пальцев сосиски, то это нормально. Раз, два, три. У-у-у, это было очень быстро! У-у-у-у! У нас есть тушка курицы. Эта материя максимально похожа на нас. Что произойдет с ней, как быстро у нее сварится мясо, давайте проверим. Так, готовы? Давай. Поехали. Так, что у нас тут? Это, получается, что-то типа ожога? Да, уже ожог. Ну, достаточно быстро. Ох, ну как же она воняет. О, извините. Откуда взрыв, я не ожидал, так отсюда это точно. Здесь прямо видно, прямо она реально начинает гореть. Что я могу сказать? Под лазер нельзя совать ни сосиски, ничего другого, что приближено к реальности, потому что остаются вот такие вот невероятные ожоги. Это очень жестко. И если вот так вот немножечко открывать, то там видно, что мясо прям сварилось. Видите, белые волокна. У нас была лампочка, и мы решили попробовать посветить в нее. Все. Не знаю, что из этого выйдет, но 10 секунд странных экспериментов. Она начинает светиться. Ооо! Лампочка светит. Само собой она, конечно, светит не от того, что мы там что-то, какой-то механизм активировали. Внутри происходит рассеивание нашего сконцентрированного лазера, и лампочка таким образом просто светит. Вот, если у вас вдруг будет там 20 каких-то лазеров, и вам некуда будет их деть, вот, знаете, что это тупо. Вообще, лазерная пушка, она что должна делать? Уничтожать. Поэтому у нас есть вот такая вот очень интересная вещь. Это связка из петард. Получится ли провести просто вот так лазером через каждую петарду, и она каждая будет взрываться? Что, на счет 3? Все готовы? Да. Не трогаемся. Ну что, пушка без проблем справилась с петардами. Следующий предмет, который мы попробуем уничтожить, это будет попрыгунчик из канцелярских резинок. Охренеть! Он тяжелее, чем я думал. Справляется ли попрыгунчик с резиной? Это самая резиновая резина, которую вы видели. Лазер, лазер, не попрыгунчик. И лазер тоже. Охренеть! Дырка прям плавится очень хорошо. Буквально за... сколько? За секунд пять мы проделали вот такую вот дырень. Все-таки такое количество лазеров, это хоть и круто, да, но это не настолько мощно, как если бы можно было бы взять и соединить, допустим, не знаю, 200 лазеров. Если вы наберете под этим роликом, не знаю, миллион лайков, то мы, возможно, сделаем когда-нибудь видеоролик, в котором мы соединим 200 лазеров и снимем это на 1 миллион подписчиков. Потому что на этот ролик потратится минимум миллион рублей, чтобы 200 лазеров реализовать. В самом деле, все это время мы находимся в очках, которые предназначены для одного лазера. Вообще, мне кажется, что сейчас, если вот попадет сюда вот прям лазерная пушка, то как бы будет задница. Как, как вы думаете, что произойдет с глазом? Этот шар уже на пределе, смотрите, он расходит во всем шлангам. Смотрите, просто сползает свой. Лазер без проблем справился с канцелярским попрыгунчиком. И мы снова переходим к следующей цели. Допустим, такая ситуация. Человек лежит спокойно себе на гамаке, отдыхает. Легко, просто расслабься. И происходит следующее. Это произошло очень быстро. Если с вами произошла такая ситуация в жизни, получается, что началась война, и используется лазерное оружие. И в такой ситуации вы попробуете куда-то спрятаться. В моем случае это палатка. Ты меня здесь не достанешь! Наивно полагает, что от этой пушки можно спрятаться в палатке. Вы все равно меня не остановите! Ну, наивный, конечно, Леха. Сейчас забываю. Так, ну, манекен Леха не смог спастись в палатке. Леха, как ты? Кто бы нас согрел? Кто бы помог нам развести огонь? И в этом помогу я, при помощи моей невероятной пушки. Только для начала я хочу кое-что сделать. Получится ли это поджечь, если мы сюда зальем немножко бензина? О, да. Так, готовы? Грей нас быстрее. Леха, ты кусай при случае, когда лучше. Мы сейчас экспериментуем. Что? Да! Изогрели! Загрели пиццу. Это вообще на школах нормальные, что мы сейчас сидим в ангаре, у нас горит пицца. Ну, а напоследок, при помощи нашей пушки, мы решили уничтожить самый сложный предмет, который был за сегодня, это квадрокоптер. Мало того, что он пластиковый, пластик очень плохо прожигается, так к тому же квадрокоптер летает, в него нужно умудриться попасть. Иди сюда, квадрокоптер, что ты боишься? Я устал подбивать этот квадрокоптер, он от меня убегает, а я ненастолько быстрый с этой пушкой. Окей. Да, квадрокоптером очень тяжело управлять, он нифигашеньки не управляется, поэтому мы решили отрезать лопасти ему... Насильственным способом. Вот так, да. Опа! Одно отролло. Будем честны, хоть сам по себе лазер это очень мощная штука, если это соединить все вот в такую конструкцию, это станет еще более мощно, но это не оружие массового поражения 100%. Хотя первоначально в видеоролике мы думали, что вот он вообще будет просто все разносить в щепки, но это не совсем так. Это был вот такой вот эксперимент. Ну а напоследок мы просто покажем, что она очень красивая. Это очень круто! Ну а на этом видеоролик подошел к концу, и я надеюсь, он вам понравился. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Может, как будто не такая уж мощная, но она очень красивая. Но, как говорится, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok